Всем привет! С вами все тот же Рыжий из спортмарафона. Сегодня я с дилером команды Невьюг в Марокко, в солнечной Африке. Сегодня был первый летный день. И знаете, что у нас сегодня для вас есть? Вы даже не представляете. Это первая в России Эрол. Красота-то какая! Когда Тема мне ее вчера привез... Вот я вам не совру, мурашки бегут. Вы можете заснять мои мурашки. Это на данный момент... Ну, это класс, Тема, да? Это вот просто автомобиль, не который тебя должен возить, а который ты водишь и доставлять тебе удовольствие. Ну, спорткар что ли какой-то? Да, это вот именно спорткар. Это тот элемент, которого мы так долго ждали на рынке. То есть не тот, который везет, а то, что ты кайфуешь. Водишь, да, ты его водишь и получаешь от этого удовольствие. Цена будет, ну, хорошая. Я считаю, для такого изделия лучше не найти. Хочу обратить ваше внимание, то, что в параплане всего лишь 2 номинкатуры ткани. И шить параплан гораздо легче, чем вот это вот технологическое произведение искусства. Смотрите. Бифлексовый скин. Полностью отстегиваемый. Его можно снять, можно заменить. Сделан из трех деталей. Максимально идеально натягивается. Магнитики плавающие. Можно оптимально настроить под себя вообще кокон, чтобы он лег идеально без складок и без марджопин. Хвост. Великолепный хвост. Он и небольшой, и не маленький, с отличным подголовником, да. Замечательные воздухозаборнички с пластиковой поддержкой. Хочу отметить, наклон воздухозаборников срезан для того, чтобы проекционная площадь воздухозаборника была чуть-чуть больше, чтобы он на старте, хвост набирался гораздо быстрее. И здесь еще не тянол есть. Не тянол. Он дает дополнительную жесткость хвосту, и хвост смотрится в воздухе просто бомбически. Но, помимо классического бифлекса, важным множеством этой подвески является Кордура. Кордура повышает ресурсность подвески. И это ее основная фишка. Это не ультралайт, который вы повесите на кусты, и потом пойдете искать рипсток по всем окружающим пилотам. Это та подвеска, которая рассчитана для пилотов выходного дня, для людей, которые умеют ценить качество и комфорт, и летать, кайфовать и получать от полетов просто все. Вот просто посмотрите на этот замечательный кокпит. Вы видели когда-нибудь такое? Маша, посмотри, просто вот раз. А тут просто бардачок. Просто бардачок. Тут можно что положить? Все, что угодно можно положить. Еду, пиво, снеки, запасные носки, трусы, белье, памперсы. Все, что хотите. Женщин. Женщин, замечательный. Замечательный большой багажник. Многие сказали, вот он узкий, твань. Что сюда положишь? Я считаю, что его объем достаточно для того, чтобы положить туда тапочки запасные, запасной комплект одежды, кому если что нужно, и сложить туда даже 120-литровый рюкзак. Я думаю, что я это сделал вообще без каких-либо проблем. Также под гидратор сделан карман. Карман под документы. Офигенно сделан. Просто великолепно. Максимально простая настройка. Хочу заметить, что Али, обладатель этой подвески, прежде чем в нее сесть, мы просто привязали аксель, ребят. Просто привязали Али. Просто привязали аксель. Больше мы ничего не делали. Он сразу сел, и подвеска как влитая. Размер М. Очень классно реализован запах. Такого простого запаха, как в этой подвеске, я, наверное, нигде не видел. Проще, легче и комфортнее. Смотрите. Мы просто отстегиваем подетку кокпита в двух местах. Магнитики сами отходят. И у нас здесь всего лишь одна стропа, которая сделает весь основной запах нашего скина. Нашей юбки кокпита. Классическая Т-Лок, да, вот эта вот связочка с силовыми элементами. Настройки также подколенные, поджопные, подпоясничные, плечевые. Здесь вот карабины Alpan Industrial. Это карабины Кобра, одни из самых зарекомендовавших себя на рынке. Вы их везде видели. Здесь же фурнитурка Edelrit. Офигенно, круто, дорого, богато. Вот здесь, внутри, там, где у нас идет проводка акселератора, рактановские булачки. Офигенные яхтенные булачки, которые служат долго. Ну, сделать с ними, наверное, что-то нехорошее сложно. Если у вас остались вопросы или желания попробовать, вы можете приехать к нам на параинтенсив. 11-12 марта к Артему Лозовому. Там можно будет повисеть в этой подвеске, правильно, Тём? Можно повисеть, потрогать и, может быть, даже пролететься. И, может быть, даже пролететься. А многие спрашивали, доска-то есть в этой подвеске? Да. По поводу досок. Это досочная подвеска с муссбэгом. Возможно, в будущем будет вариант, что можно будет в нее воткнуть надувастик. Но это не точно, да? Не точно. Не точно. Доски здесь плексиглазовые. Сделано это так, для того, чтобы ты пришел в любой строительный рынок, просто сломанную доску обвел, вырезал лобзиком, обклеил ее рипстопчиком и поставил. Вот, смотрите, я вам просто посмотрю, что выглядит. Здесь все усилено кордурой, для того, чтобы вы доской ничего, никак кокон не порезали. Смотрим, а здесь просто обычный плексиглаз. Бабушка таким плексиглазом теплицу троет. Найти можно даже, мне кажется, в Бире, в Непале, куда бы вы ни поехали. Если не найдем в магазине, можно стырить у бабушки из теплицы. Классический аксель сразу идет в комплекте. Трехступенчатый. Практически буллет, легко настраиваемый. Очень удобный. И на самом деле я готов долго рассказывать про качество, про правильный подбор материалов, про то, как сделана грамотно проводка акселератора, что все дополнительные узлы, где идет веревка, акселератор, они усилены. Здесь везде колечки вставлены. И не зря невьюковцы эту подвеску, если мне не изменяет память, сколько они ее делали? Пять лет они ее делали. Пять лет. Ну, минимум пять лет. Минимум пять лет они потратили на разработку. Тема сказал, что он видел первый прототип в 2018 году. Да, на конференции 2018 года. В 2018 году. В начале весны. Пять лет на подвеску, ребят. Я, честно, не знаю. Это надо просто попробовать, увидеть, пощупать. Уверен, что каждому пилоту будет с чем ее сравнить. Со своими ощущениями, с тем, что он видел. Но я пока в полном восторге. Мне больше сказать нечего о теме. Давайте поблагодарим Ивана Пахомова. И надо заметить, что это мнение не просто пилота со стороны, это мнение профессионала. Потому что Иван со своим братом, они сейчас разрабатывают, разрабатывают. Пытаемся, работаем в сфере конструирования парапланетного снаряжения, подвесок. Надеюсь, также на пароинтенсиве у вас получится увидеть и наш какой-то прототип уже рабочий. И там как раз сравнить. И поэтому это мнение профессионала. Ваня, спасибо. Да не за что, тем он. Спасибо.